привет youtube привет пришлось мне все таки я решил разделить тест клея и тест грибков на две разные части потому что скажем это две разные темы я тут решил подружить свои вот эти погремушки так сказать свои эти самурайские мечи рессоры подружить вот такие вот тоже самые вот этим но получилось то что вот эта часть не подходит это рессора она шире шире чем тема и мои уже они не наладят но вот подружили мы таким образом то есть вот так будем пробовать это будет опора и так мы будем грибочки условно окна приклеили до заводим таким образом грибы и искать будем их дергать отдергивать и посмотрим что из этого получится или не получится вот таким образом такой будет у нас рычаг как у архимеда товарищи древние греки когда-то говорили дайте мне точку опоры я переверну весь мир но нам весь мир переворачивать не надо посмотрим что могут вот эти вот грибочки значит о грибочках немножко вот есть у нас такая замечательная фирма в москве pdr центр сейчас они нам все расскажет ну я уже как бы лазил в этот каталожик тут у ребят все есть вот кому будет интересно вот они эти клеевые ленты они называются кека и так далее и тому подобное здесь от разных размеров они и так далее вот три ленточки грубо говоря три рубли стоит немало вот насколько я помню их народ применял при ремонте коробов там и так далее таких мест недоступных особо честно сказать мне не приходилось такими грибками работать у меня их не было ну как-то я особо не знаю не горел желанием потому что был негативный опыт какой именно попадались мне машины на которых был антигравий и вмятины были как говорится и на антигравий и на заходили и особо грибками там ничего не получалось вот я клеил тут у меня как вы видите как бы немало и еще там загашники кое-что есть вот ну честно сказать вырывается вместе с клеем отрывается куски антигравия этим все заканчивалась она голая металл почему-то он нифига не держит клей такой вот допустим ободрать металл зачистить приклеится особо он не держит во всяком случае тот которым пользовался на тот момент я вот и как-то эта тема подзаглухла то есть если там задрат и подрат и короб то есть у нас вот такой вот аппаратик называется споттер есть вот такой вот обалденно большой и честно скажу свое мнение неудобный пуллер вот для сравнения я сейчас возьму мини лифтер с ладу рядышком ну чтобы вам было понятно очень неудобная громоздкая штука не тут есть вот ноги и вот такие можно вот опора и такая и такие вот ноги приделывались но дело не в этом честно скажу громоздкая штука довольно таки проблематичная работать ну как говорится жизнь заставляла работали сейчас я думаю что вот этот вот способ получается получше с таким прибором тем более такие вещи делать вот а клеем как-то не получалось но поскольку я отвлекся поскольку у нас есть теперь возможность у нас есть эти грибочки вот эти ленточки можно ими попробовать в принципе в принципе вот эти части у нас разборные то можно переделал там немножко ноги что вот эта лента здесь мало проходить какие-то другие ноги и лапы допустим изготовить и можно работать мини лифтером в каких-то местах чтобы то есть чтобы ну не такой конечно ширины лента да а вот допустим узенькую можно даже вот с этими ногами работать как мы видим но единственная вот эта часть выточенная должна быть чтобы она была сквозная есть у такая штучка вот чтобы было вот так насквозь вот на одном из обратных молоточков вот сделана сквозная эта часть мне так было удобно тоже я когда много клеился грибов подряд раньше такая мания была чем больше грибов наклеил тем лучше впоследствии я понял что это не всегда так и того значит я отвлекся сейчас я замываю грибы привожу все в порядок и мы начинаем новый тест наш с вот такой вот штукой с таким рычажком да значит еще раз обращаю ваше внимание что вот это клеевая лента кека вот ну дальше уже как говорится сами мы сейчас будем заряжать и вперед пробовать тестить эти ленточки гусенички я их так назвал они похожи на гусенички вот как мы видим вот у нас новый полигон новое место тоже все вымыто вычищена кое-где конечно я не стал тут уже прекратиться оставил вот немножко клей не стал там сказать с пристрастием замывать но вы мол как обычно я вымываю чтобы как говорится эксперимент получился как и обычный они так что вымывать их тут до потери сознания грибы иногда бывает и так но явно клей как бы вот остался видно посмотрим как они себя поведут и здесь вот но здесь на всяком случае на рабочей поверхности на такая вот как бы дырчатая пупырчатая не пупырчатая дырчатая как бы вот накольчики такие что я так понимаю увеличивает площадь тем самым должна более сильно тянуть хорошо посмотрим мы опять же будем работать клеем матрикс вот предоставленный нам нашим другом из белоруссии вот и посмотрим как работают эти гусенички вот мы начинаем клей у нас черный матрикс клей не берем мы им таким вот ручейку красивым немножечко как бы придавим пока он горячий придавливаем эту гусеничку честно говоря не очень быстро получается надо пошустрее чуть делать берем намазаем вторую опять же я не жирным слоем просто в один вполне возможно что надо где-то и пожирнее но в таком случае надо будет надо будет температуру увеличивать и подачу но я не знаю третью наверно этим мы не будем пока нет потом смысл по времени у нас еще горячего то здесь заводим вот эту красоту так так упа на прикольно так так первую полоску часть осталось отходит отлично отходит удивительно почему вот этот клей остался а тут она даже сама отходит вполне даже ничего себе несмотря на то что клей как вроде бы более жесткий чем тот которым мы пользуемся отходит он довольно таки хорошо и бесследно чуть-чуть подогрёмся и посмотрим что у нас получилось что мы тут надёргали вот в этом месте шишарик ну и в этом месте шишарик это что все от этой гусеницы от вот такого размера я что-то не понял вот получается вот и вот мы дернули вот такой гусеницы огромной прикольно сейчас попробуем зарядим другим клеем ну давай сейчас снимем по другому так ну вот мы прилепили еще раз решили дать ей замерзнуть подольше а потом попробуем еще другим клеем либо я что-то делаю не то либо я что-то делаю не так я вообще в этом ничего не соображаю ну как бы уже под пристала руками не отдирается дышит подожди клей слабо держит клей слабо держит очень легко отскакивает хорошо сейчас мы попробуем вот этот клей нет проблем мы можем у нас даже он есть лизард который более упертый клей вот он турецковый можем сразу его зарядить клей лизард которую нам прислали с украины тоже вот а этот клей мы сейчас просто-напросто уберем и попробуем более сильным клеем не намного ну конечно вот этот желтоватый клей турецкий он клеит чуть посильнее и сейчас попробуем все приведем в порядок грибки помоем тут пистолеты освободим ну и так далее самого компону вот мы попробовали зарядили лизард вот и вот так вот дадим ему подумать давай второй заряжай вот он сейчас я даю тоже отмыли кое-где конечно там маленькие нюансы клея есть но это уже мелочи жизни вот сейчас женя намажет эту всю красоту ты нам дай посмотреть что ты там намазываешь нам же интересно все и вот так придавливаем чтоб он как бы разошелся ну вот как-то не очень удачно получается уже как том фильме говорят меня терзают смутные сомнения а так ли я все делаю почему-то гусеничка отрывается практически все это все клеем разогревать сильнее чтобы сейчас попробуем разогреем по максимуму а вот ты попробуй вот каждая площадочка вот этой вот этой вот это получше время выдержки может побольше было вот уже начало тянуть надо было поругать или сказать что мы ничего не получается вот и начала шевелиться делаться вот вижу женя прям с хорошим усилием таким что там отдирается значит надо давать выдержку побольше наверно у того выдержка вот этого больше было у этого меньше меньше да вот такая змейка у нас получилось так что выдержку меньше надо тогда получается да ну давай попробуем поставим конце концов сейчас вот уже мы видим вот такая дорожка дрынь 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 следы мы увидим как работает это гусеничка она вот такую нам дорожку из шишечек делает то есть вот эти сегменте получается ну если так можно выразиться каждый такой сегменте выдергивает как шишечку ладно сейчас уже одна дорожка у нас вот она есть как бы мы ее видим мы сейчас рядышком вот здесь между наклеим ся что у нас тут температурой же не не поставил 170 но еще не нагрелся дадим ему войти в режим 170 можем и 200 попробовать и больше ради интереса чё получится сейчас пусть чуть в режим войдет так поехали лампочка погасла то есть уже в режиме вошел так рядышком клеимся одну дорожку ну и давай вторую до вот приклеили мы и одну и вторую полоски вот даем им немножечко замерзнуть тут шишечка вот есть у нас чуть тут чуть тут чуть тут вот шишка есть на них мы не будем обращать внимание и опять же волшебный инструмент попробовать по сегментам дёргать подожди я тебя буду направлять постой а вот сегмент 1 дрынь поехали дальше теперь вот он 3 почему-то и 4 5 отрывает вот что получилось частично клей остался тут и частично на остался но вот это тянет как бы посильней естественно площадь опоры больше и уперта рычаг тут довольно приличный ты смотри а разошелся ну тут тоже у нас такая ситуация получилась частично клей остался на грибках частично остался на поверхности капота нашего вот что получается сейчас на снимается достаточно легко и просто вот с грибов из детали тоже естественно но клей как бы уже нами испытан сейчас посмотрим что что он нам надергал этот клей так 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 сказать вот наша предыдущая полоса здесь вот это вот худенькая не очень надергала а та которая пошире вот здесь мы видим тоже надергала таких шишек вот ну вот как бы первые результаты а то сначала у нас не получалось то есть температуру мы подняли вот до до 180 до большая дергает прилично ну что попробовать может быть вот совсем самую большую ничего ну давай вот между вот этими вот этой и вот этой но скажем вот так вот направление зададим как бы метка там у нас более менее вот так вот чисто клеят прям как бы в эту полоску посмотрим что получится по идее это еще сильнее будет как бы более упертая будет потому что маленькая как-то тут не очень вот это вот это достаточно сильно дергает 14 24 и тут не помню по моему 45 ширина что ли я сейчас померяем какая у меня совершенно до 45 миллиметров совершенно верно вот такой вот у нас тестик и рычажок у нас тут длину я не знаю сколько эта линейка у нас грубо 30 подожди я сейчас померяю 30 и 30 до где-то 60 сантиметров в длину рычаг усилия создается немаленькая ты ее снять хочешь она с этого края не слазит по моему вот мы тут сделали ход коню мы развернули в обратную сторону но она не хочет у нас вот она у нас так не хочет работать это если вскрою детали тогда возможно мне было бы проблема так пришлось вернуть на исходную тянет аж капот бедный тут выгинается офигеть усилия тут колоссальная или не намного больше чем там это за счет площади приклеил да она будет тянуть сильнее и заодно мы увидим как она работает более широкая полосах но усилия тут очень прилично и как мы видим ну вот сейчас со второго раза подвырвалась конечно я из первых совсем сильно не тянул ну судя по тому как как бы гнется все это дело все правильно и площадь тут конечно приличная вот и все более 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 приличная тут сомнений быть не может все это сейчас снимется довольно таки легко подойдет ну в данном случае есть смысл вот таким вот скребочком не просто чуть откиснуть надо дать откиснуть потому что площадь большая и она немножко пытается немножко повредничать просто не нужно спешить до спешить не нужно вот это точно да на пол кидай замету ну все таки скажем несколько скучновато клей отходит но тут получилось что вот на просвет видно что клей переженился немножко видно и 160 градусов уже начинает кипеть кипеть да и он как бы вот он сваривается и как видим не очень хорошо отходит от детали то есть варить клей не надо ну на самом деле эффект я не могу сказать что намного сильнее вот он эффект вот она полоса это вот мы сравниваем полоски предыдущие вот это вот самые большие вот хотя вот рядом но в данном случае вот как мы можем проследить здесь получилось что-то подобие вот так вот наподобие змейки все таки вот а предыдущие выдергивала как бы я сейчас попытаюсь переставить лампу и снять чтобы было видно эту змейку надеюсь у меня получится вот она эта змейка все таки тут змейкой как бы получается вот ну и что вывод тянет работает не зря конечно я выделил это в отдельный тест вот как бы это просто тест а как там будет дальше будем посмотреть во всяком случае есть уже чем потренироваться было теперь на чем посмотрим как себя это дело поведет уже в условиях когда будет возможность попробовать потестить уже на живой машине как говорится на этом завершаем тест вот потестировали мы как раз и вот эту штучку вот немножко моих поженили слава богу 8 шаг 1 везде у нас резьба вот и на крючках и на вот этих устройствах это хорошо когда можно как бы любую любую любое оборудование как бы является универсальным везде и на пробойниках и на вот этих наконечниках и в общем везде везде вот допустим он же вот он пробойничек вот на нем такая же резьба единственное исключение составляет это вот раз два три здесь извините за такой каламбур вражеская резьба она не подходит это только вот вот такой вот комплектик такому вот made in china пробойничку остальное все с нормальной резьбой вот все вот эти вот так сказать приспособочки все они с такой же резьбой все под восьмерку и это очень удобно ну ладно я отвлекся темы всем спасибо за внимание пока пока пишите задавайте вопросы кому что интересно постараюсь рассказать объяснить опять же вот все вот эти вещи я снимаю для вас сейчас собираем все до кучи продолжаем заниматься своими делами дальше потому что это как бы я для души снимаю работать то работу никто не отменял вот ну все всем удачи пока пока пока